Белгородские единороссы официально дали старт новым партийным проектам. Сегодня на заседании регионального полицовета партийцы провели своеобразную ревизию портфеля проектов, разделив их на успешно реализованные, те, что нуждаются в трансформации, и те, которые возникли как ответ на запросы людей в рамках последней избирательной кампании. В итоге общее число проектов, которые единороссы берутся реализовать на Белгородчине, составило 20. Пять из них абсолютно новые. Это городская среда, местный дом культуры, парки малых городов, театры малых городов и экология России. У каждого проекта сегодня появился региональный координатор и схема партийного контроля за сроками, качеством работ и расходованием средств. Напомним, проекты инициированы партией «Единая Россия», и на каждой из них предусмотрены финансирования из федерального бюджета и дополнительные средства из областного. Благодаря партийным проектам Белгородская область получила возможность существенно обновить материальную базу 40 домов культуры, Старооскольского и Губкинского театров. Кроме того, деньги выделены на новые парки и скверы и на ремонт дворовых территорий, причем списки этих объектов будут определены самими жителями. Это принципиальное условие единороссов. Именно поэтому к реализации проектов будут активно привлекать местное отделение партии, вплоть до первичек. Люди на местах лучше других способны оценить, куда вкладывать средства в первую очередь. А партийный актив не должен быть сторонним наблюдателем в реализации проектов. Об этом говорят депутаты Госдумы на встречах с однопартийцами-единороссами, которые проходят в рамках так называемой региональной недели, когда депутаты Госдумы приезжают из Москвы на свои территории. Накануне на одной из таких встреч в Шебекинском районе побывал Валерий Скруг. Привлечение федеральных средств за счет партийных проектов – это новые возможности для районов. Нужно только потратить их с умом и под жестким партийным контролем. Специфика в том, что сейчас бюджет планируется и партийные проекты на три года. Кто не попал в этот год, может на следующий год. И вот мы будем с руководством Шебекинского района, мы будем с местным предсоветом обсуждать партийные проекты и возможность их привлечения средств и использования их для Шебекина и Белгородской области. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!